Кроссфит Темза Кроссфит Темза Нормально Вот это более-менее Здесь можно работать Сколько времени у нас? Так, зал старенький, конечно Помостиков нету Посмотрим, что-нибудь сегодня намутим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Будем делать Не знаю, получится ли не получится Вызов брошу Ну что, здесь 100 кг Пытаемся сделать комплексы заработать Три стройков, можно сказать Полных, не в стойку А в полной сет Full snatch 100 кг 30 рапs 1-2-3-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 9 6 7 18 9 10 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Очень много спортсменов, которые я видел на семинарах, которые поднимали, они поднимали плохо, особенно они плохо толкались с груди. У Innovator, у неё вот эта платформа, ширина, она очень узкая, очень узкая и у людей постоянно стопа гуляет. Они вот стоят и у них она гуляет, им дискомфортно. Наружная часть, она какая-то тряпочная, мне кажется, ты возьми, она сейчас порвётся. Я уверен, что она буквально через какое-то время протирается и трескается. То есть полная илона. Вон, нажимаешь, не как тапочки, как балет. Может быть, для CrossFit это нормально, но для штанги, для штанги не очень. Нехорошие штанги. Я надеюсь, производители услышат и сделают, потому что фирма новая и, естественно, учатся на своих ошибках. То есть у меня там своя фирма, я тоже что-то новое нахожу, что-то из замечаний, какие-то сам все делаю. Поэтому я думаю, что они тоже сам делают. Всё остальное. Цвет. Адидас весь одинаковый, абсолютно. Адидас он весь одинаковый. Абсолютно комфортная верхняя часть, абсолютно хороший носок и хороший каблук. То есть ширина, высота нормальная. И если у Рибака то же самое. То есть вот когда говорят, что у Рибака слишком мягкий носок, если мы потрогаем вот эти вот две вещи, они одинаковые. Рибаки, штангетки, не для CrossFit это такие же штангетки для штангистов. Просто они, например, легче там на 100 может быть грамм, за счёт того, что здесь пластиковый каблук. Хотя вот эти красные, они тоже сделаны из пластикового. Поэтому это абсолютно одинаково. Только дизайнер отличается. Вот эти штанги Nike, они имеют каблук выше. И это не всем хорошо. Сейчас объясню почему. Если у вас в технике вас тянет назад, вы рвёте и вас тянет назад. И вы поднимаете в Рибаках или в Адидасах. То тогда, одев штангетки Nike, ваш каблук вас поднимет немножко выше. И вы будете встречать немножко её выше. Вы не будете заваливаться назад. Поэтому вот это может вам помочь, да? То есть уже. И наоборот. Если вас тянет постоянно вперёд в рывке на грудь, вас тянет вперёд в приседаниях, и вы тренируетесь в Nike, поменяйте их на Adidas или на Рибак, и вы сразу немножечко отклонитесь назад. А всё остальное... Ну, вот это стоит 200 долларов. Вот это стоит условно 150 долларов. Вот это стоит 130 долларов. Ну, вот это, я не знаю, они должны дешевле стоить. Они должны лишь китайские стоить. Потому что... Пупло. Всё, вот так. Больше нечего сказать. Всё остальное только по красоте. Окей? Теперь его стоит, чтоб удалить. Уванич! 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 Наскуч beğен. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...